не поверите но неожиданно спустя долгое время блок не до блок вот куда пропали блоги в какой-то момент стало понятно что в них нет никакого смысла но несмотря на то что там некоторые людьми по другим видосами спрашивали куда пропали блоги что типа из разряда мы смотрели нам я поставить что предстояло а ты же на магните типа мы смотрели нам нравилось туда-сюда но в целом смысла в них никакого нету почему потому что любой контент он делается для чего-то и например бог не до блок делался непонятно для чего ну то есть смотрите все так устроено что ничего не делается просто так и например ну либо ты монетизируешь как-то свой материал да есть смысл его делать либо получается это бесполезная тратка своего времени чем например блок не до блок отличается от любого другого видоса на канале ну смотрите любой другой видос это как минимум сам реклама то есть ты показываешь как ты можешь работать и если кто-то ну согласен с твоим уровнем работает то он тебе приводит мотоцикл да все очень просто то есть обычная самореклама блок не до блок изначально задумывался как снимать какие-то ну угарные трешовые моменты а по факту когда у тебя реально трешовый момент тебе вот эти вот съемки это последнее о чем ты думаешь плюс если посчитать то в день заблона вот этот блок не до блок ты тратишь ну около полутора часов то есть вот этот камера включи выключи пойдем приди загрузи перегрузи сделай кривые склейки и так далее и как вот желание это снимать отпало помимо всего прочего он просто не хотел снимать надоело и за время пока ты снимаешь вот эти блоги не до блоги ты тратишь свое рабочее время и то есть за это время ты можешь банально заработать деньги а у нас мая если что да и мы к великому счастью не в москве но что еще распространяется практически вся моя техника кто подписан на меня в телеге в к и в инстаграме даже там периодически все это выкладывают наверное видели но кто не видел сообщаю из того что есть здесь значит смотрите вот тут вот стоит у нас yamaha gt80 и она продается то есть мне не надо далее помните питбайк я купил полностью весь переделал и короче на этом вся история закончилась я что-то покатался я и как вы в любом проекте я устал мне надоело вот питбайк тоже продается gt80 продается до 140 тысяч рублей питбайк продается за 60 тысяч рублей вот то есть все полностью на ходу все работает обслуженно то есть села поехал то есть питбайк сделан и технически и по внешке gt80 по внешке ну как бы она 77 года я ее не устанавливал но все что у него полностью технически все исправно и то есть бери да езди вот есть куча видосов на канале как все это строилось и по питбайку и по gt80 а ну и кому надо то есть можно все это ну как сказать вам скинуть в общем то и вы все это посмотрите и третье из того что здесь в деревне yamaha dt 125r тоже продается цена 250 тысяч рублей она на учете она с птс она у на учете на мне то есть абсолютно никаких проблем нету исправно едет как бы у меня вопросов никаких к ней собственно никогда и не возникало как бы ездит она ездит и горе мы с этим не знаем вот она еще даже вот зимы не ездила стоит как на шипы поставил так и стоит собственно вот короче говоря вот здесь деревне продаются третьих чудесных мотоцикл что касательно бластера то наверное бластер чуть попозже это не первые очередности тоже будет продаваться но как сказать то короче этот бластер хочу поменять наверное на другой бластер на котором дисковые тормоза которые чуть посвежее просто ну мне с моей эксплуатации с тасканием телеги все вот это вот конечно веселье там туда-сюда все круто но без тормозов но они есть не такие как были бы гидравлические вот либо но был но я тогда что-то вот протупил надо было купить yamaha br big по моему так называть 350 это по сути тот же бластер только полноприводный с понижайкой с блокировкой и вообще замечательный аппарат и достаточно свежие они бывают на полгода 12 выпускались ну вот короче такие вот дела big wheel думал на самом деле продавать даже выкладывал но покатавшись я передумал я понял что мне плевать на все дефекты на нем которые есть потому что я на нем реально поездил во первых на нем правда можно ездить далеко и долго это первое второе я не знаю ни одной техники которая способна повторить то что может повторить он и в плане езды и в плане управляемости в плане ощущений и ты как бы на нем можешь действительно держать крейсер где-то 55-60 что на таких колесах такого размера с его подвеска которые замечательные подвески то есть он сбалансирован просто нуа то есть пока его продавать не хочу потом может захочу но бенли не продается бенли это вам лав вот он есть и есть и как бы вот все то есть вот ну весь этот блок посвящен по сути продажам мотоцикла то есть gt-80 продается питбайк продается дтеха продается на дтеху даже объявление на авито висит но что-то это никто не пишет или пишет ну как всегда не то что надо вот а в москве из того что осталось если опять же кто не знает тт-600 продан ттр продан и сейчас продажи ямаха и тенри моя то есть тенри в продаже висит за пятьсот семьдесят пять тысяч рублей объявление на авито есть я наверно объявление прикреплю ссылки в описании потом что у нас там еще а ямаха тдр 250 та самая тоже видосы на канале есть продается тоже на учете на мне все с доками естественно за 300 тысяч рублей и suzuki dr 250r про который видосы еще даже не все на канале вышли но вот вы я думаю смотрели следили а dr тоже продается dr продается за 400 тысяч рублей вот короче я постараюсь не забыть ссылки в описании прикрепить но если чего старые ссылки как со мной связаться есть в описании и вы можете мне написать в личку в телегу в к вот то есть все ну даже инстаграм я там правда сейчас мало сижу но тем не менее в общем то такая вот история в общем налетай торопись два мотоцикла уже проданы третий всего скорее на подходе а потом когда-нибудь может быть вы узнаете что для чего и почему но если вкратце на самом деле я устал складировать мотоциклы это первый момент второй момент я на многих мотоциклах наездился настолько что они у меня не вызывают никаких эмоций третья причина большая часть из них просто стоит ну и вот просто так захотелось потому что надо двигаться куда-то дальше они зацикливаться на том что есть вот так что welcome налетай торопись покупай может быть что-то еще в этом блоге не до блоге и будет но я не уверен потому что как то вот опять же пока что снимать ничего не хочется хочется отдыхать хочется этих птичка черечка слушать и наслаждаться моим пока есть такая возможности пока не идет до что у нас же как всегда апрель жара а в мае начинаются дожди как раз когда надо отдыхать а ну так так собственно из такого интересного купил я аккумуляторную мойку керхер к 3 это по моему называется она вот такой это аккумулятор я купил комплектом с аккумулятором это не то что было бы ошибка но смотрите во первых давление огонь работает прекрасно то есть вообще супер мойка керхер наконец-то додумались что выход и подача должны быть в разных местах и выход закрыт внутри корпуса то есть шанс отломить но это быть на талантливым и наконец-то у тебя подвод не вот так вот и дугой сюда огибаешь в общем-то купил ни разу не расстроен бег вилла после какашечной езды хватает помыть на ура то есть остается где-то 27 30 процентов но по-хорошему нужен второй аккумулятор вот но это так вам на будущее и быстрая зарядка на необычный комплектом продаются 18000 стоит вот и мы до этого все сделали чтобы купить мойку и сейчас вот повторяем успех чтобы купить мойку успех вон там вот чуть-чуть в углу лежит и вот тут в углу лежит вот это вот короче когда сереже очень нечего делать и лень тратить деньги но купить хочется он начинает собирать металлом и каждый год эта история повторяется в целом мне это почему-то даже нравится не знаю почему но почему-то нравится то у каждого свои признаки шизофрении есть вот так что так а еще вся моя история вот с этого строительной пеной оказалось вообще успехом в гараж перестала задувать снег и тут перестала все покрываться тонким слоем ржавчины это вообще невероятное достижение и стал намного лучше а всегда из той стенки как раздуло теперь не дует что еще рассказать для все наверно больше нечего рассказывать чем-то если еще что-то будет то будут включения кто-то спрашивал по поводу лесного дома и стройки ну во первых хочется покататься во вторых хочется отдохнуть сейчас будет ли сниматься наверное будет сниматься почему сейчас там ничего не делается во-первых потому что я бластер делал он был немножко поломанный после лет эксплуатации и там почему-то дрозд решил свить гнездо там пять птенцов и чё-то как-то вот реветь там бластером и пилой не очень хочется пусть они это там улетят умотают а потом мы уже будем вот эту треш садами там устраивает наверное так будет правильнее ну вот как-то наверное и все что хотел сказать в общем главное купить у меня пожалуйста все вот это мне станет намного легче видосы станут наверное веселее потому что тяжести груз вот этого наличие всего того что есть отпадет и жить станет как-то повеселее вот наверное и все немножко блога не до блога в продолжение в общем мы по-прежнему ездим на бластере с прицепом в очередной раз строим дорогу так всегда побёртся размыл и так далее даже запрудил подключил вода через плотину пошла и все разного вот короче говоря с бластером жив-здоров все как по-прежнему даже чуть-чуть подлечил но развалился подшипник на переднем колесе точнее на обоих один прям совсем развалился в общем надо будет поменять но посмотреть снять колесо какой там подшипник просто купить когда в москве буду вот так что бластер пока эксплуатируется сейчас поеду покажу почему у нас стройка до сих пор не происходит а мы занимаемся на другим но вообще на самом деле потому что хочется отдохнуть но мы все равно не отдыхаем это раз а второе стройка не происходит по причине этого неожиданно образовавшегося зоопарка вот бенли жив-здоров он ездит вот бенли я кстати не продаю что касательно бластера короче принято решение что я его продаю если кому интересно то ну как со мной связаться это ссылки в описании в общем то чем интересен конкретный этот бластер ну во первых у него живой пластик он в принципе максимально живой по всем узлам и агрегатам здесь есть ловушки для ног которые не позволят вам обернуть стопу вокруг подножки при столкновении с почкой какой-нибудь потом чего на нем защита рук и макс здесь богат и самое интересное что в нем есть это на самом деле документы потому что квадроцикл этот с птс не с псм а в категории транспортного средства она не указана в птс то есть категория транспортного средства грубо говоря не установлена соответственно вы можете ездить на нем мало того что по дорогам общего пользования так как есть птс так еще и с любой категории прав это ли не чудо и на самом деле но в этом на самом деле и ценность всего этого вот сейчас есть некие проблемы зажигание но не то чтобы проблема просто но сегодня подлечу контакт один вот и собственно все оль ты можешь пока ехать я сейчас спущусь давай вот и собственно о тут старом нашем этом в старом доме даже кто-то убрался как какой невероятный факт здесь чисто чудо чудное какое-то дивидивное тут правда убрались наверное михаил с романом убирались вот ну и что собственно по бластеру бластер продается вот собственно такое у нас боевой еще выход под свет есть дополнительный на нем вот такая вот штучка заводится работает едет я уже его эксплуатирую четвертый год получается ну и как бы он почти всегда с прицепом у нас поэтому ну как бы как сказать то и ста процентов эксплуатации типа веселье угара когда-то на нем наваливаешь типа там дрифт не дрифт и вот эти вот все движение это примерно ну 30 процентов от его эксплуатации реально а 70 процентов мы куда-то едем что-то тащим что-то везем на прицепе вот даже потом покажу чем мы возим в плане там строительство этой ход дорог так что бластер продается цена наверное 210 тысяч рублей вот в целом это его средняя рыночная цена за живой ну и как говорю пластик здесь не ломаны и так далее может быть отдельный видос сниму ну и вот видим да немножечко люфтец подшипников в прошлом году я перебирал полностью всю заднюю ось цел новые подшипники сальники вот в этом году развалились подшипники на передних колесах но это в принципе и неудивительно им уже давно пора так что бластер продается но продается не то чтобы он менее надоел или что-то в отличие от мотоциклов мотоцикла продаю потому что ну я устал бластер меня в целом никогда ничем не напрягал вот то есть его он всегда заводился всегда ехал единственная зимой когда приезжаешь после долгого простоя но карбюратор и афином тип подогревал после чего он запускался просто так гораздо проще чем долго упорно двигать кикстартером вот я даже карбюратор ним ни разу не лазил и продается он за тем чтобы купить опять же наверное квадроцикл но что-то более утилитарное потому что я говорю ну задний привод это веселье он тянет прицеп и те кто смотрел вот эти блоги недоблоги видели чем на нем и как возили в лесу но хочется что-то небольшое плюс-минус такое же как бластер но с полным приводом вот у нас тут на примете уже вот дубы сухие тут бурелом вот этот над тихонечку на дрова расчищать да и в целом тут принципе после зимы расчищать не расчищать потому что был этот самый снег и ледяной дождь и у нас тут малость все поломала заваливала и все вот эти вот тропинки они сейчас малопригодны как птицы улетели смысле все нет птенцов короче тут у нас история была почему мы здесь по сути не работали то ну вот камушков я парочку привез типа вот сюда под ступеньки сделать у нас тут дрозд сделал гнездо и и вот они вчера были в гнезде а сегодня в гнезде никого нету короче птишки улетели вчера и фоткал а еще потом нет ну вот собственно что случилось за зиму помните вот эту чистенькая площадка которая была в общем то я эту орешину этот берег как мог типа все я аккуратненько обравнял заровнял была невероятная красота а ее вот снегом ветром сломала она легла теперь сюда и в общем то это все очень плохо грустно надо даже полу засохшие то есть видимо то вода которая была в деревьях она осталась в смысле внутри а новое не поступает вырваны корни вот в общем будем всей этой истории потихонечку заниматься ну и теперь у нас нету птенцов нету наших курей и можно шуметь пилить дымите так далее а это был певчий дрозд мы за ним наблюдали от момента как отложены были яйца до сейчас наверное месяц если не больше но где-то так 21 апреля а до этого я болел неделю и они уже были это мне механ говорил вот и короче вот в скором времени тогда надо хотя бы уж если не работать но хотя бы наводить порядок здесь потому что листья вот это все вкопать вот ну как-то ступеньки на ступеньки под так короче вкопать камни под ступени плюс здесь подпорки сделать ну и потихонечку начинать что-то возить но правда вот пока не знаю на бластер и на разбитых подшипниках есть хотя с другой стороны тут ездить осталось несколько дней в общем за это время мы все купим и будет хорошо в общем то такая история по бластеру может быть даже отдельное кино сниму вот и в общем бластер тоже продается как и многое другое так что заходим ко мне в вк по ссылкам в описании в телегу можно в общем то кто чего хочет приобрести пока она есть а как бы разбираю достаточно быстро пас двух нету третий на подходе и сейчас посмотрим что еще будет в общем то я вообще удивляюсь что никто дт ху не хочет забрать но пока что так быстро потому что но это просто ракета пушка и я не знаю но это реально круто вот да много чего тдр 250 же ты же тоже просто ну это настолько олдовая крутая хреновина что блин странно в общем очень странно ну вот собственно наверное и все пока что ну и в общем то к вопросу о чем мы возим на бластере и что строится в общем-то зубастая тварь именуемая бобер вот он по ходу сдох я надеюсь по крайней мере потому что прошло три дня трубу на спуск не забила вода собственно поднялась ну так это скотина забила все и вода текла через плотину соответственно размывает здесь все и вся а так как это весна но не сказать что прям сильно сохнет и то есть вот здесь вот было болото соответственно размыло здесь все ну то есть промоины размыло здесь все и мы вот немножечко это камушков навозили за два дня но это еще не все тут надо еще возить и возить но основные вот эти вот штуки уже собственно заложено но собственно по этим причинам надо что-то где есть полный привод наверное вот посмотрим что это из этого выйдет так что те кому интересно ну налетай торопись покупай бластер пока его не купил кто-то ну более быстрый вот так что вот такая вот история немножко завершения может быть не очень чем приехал на бенли заодно прокатиться вот чудесный мопед вот что не надо продавать так это вот его него надо просто сделать он в таком состоянии когда у нас сделать и все значит что у нас здесь происходило собственно как обычно ничего не показывали потому что было как-то не хотелось короче этот самый родник который мы тогда выгребали выгребали ой тут я все ощущал гать вот эту делал ну и так далее но потом случилось то что как бы он расположен так что не очень приспособлен для того чтобы оставаться чистым потому что каждую весну вот рыхлая подвижная земля шла вниз и в общем это благополучно здесь все заваливало ну за и левого в общем что сделали мы во первых обнаружили вот такую вот плиту то есть вот размер плиточки такой вот небольшой с трудом ломом и и двигали 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 как передвигать короче здесь когда-то был родник ну вот и чем и сделали мы в общем то ой все обкопали нашли выкладку старую то есть вот вот так вот так вот так вот так прям краем были камнями большими все выложено но не такими а просто плоскими вот и таким образом здесь собственно плита у нас как на сваях стоит но на камнях под ней протекает вода там лягушки живут им прекрасно это сюда навозили камней здесь соответственно сделали откоп от берега ну где потоки родника то есть их три но тут вообще со всех сторон на самом деле вода течет и в общем то туда мелкие камни наложили сверху все заложили большими соответственно теперь когда даже земля будет идти ну во первых она напрямую не будет заваливать саму протоку вторых камень собственно землю держит как-то поинтереснее в общем такая вот незатейливая тут история получилась чуть-чуть под углубил то есть там можно бутылку с водой смело наполнять на дно большие камни кинул с расчетом что если что их можно поднимать там его под ними почищать ну в общем то все вот так вот замечательно получилось а в лесу ничего не происходит вот несмотря на то что птицы улетели но времени на все не хватает вот я не помню говорил или нет а вот кстати да говорила или нет а я не помню давно все снимался не думал об этом но ттр продался который в квартире стоял и даже поставился на учет тт-600 тоже продался поставился на учет и человека успешно эксплуатирует вот и все это я к тому что не забываем что вся остальная техника продается то есть у нас даже бластер помыл он такой красивый стал оказывается когда чистый да и я нашел причину почему он после мойки глох оказалось что был просто плохой контакт разъема замка зажигания короче там такая история что в общем ну из особенно генератора вот этих вот типов там странных бояры больше круче ярче светит ты когда глушь у тебя в самом хреновом месте контакта проскакивает из края просто подгорали контакта во время мойки она просто заливалась водой поэтому все не будем работать вот и вся проблема была а сейчас вообще блин просто чуть такой вау так хорошо заводится так такие замечательные холостые как в былые годы когда я его кто-то купил и вообще даже это такое типа продавать не продавать но на самом деле надо продавать в общем-то бластер продам я так перечислю напоминаю вам вдруг кто-то что-то ищет хотя кто-то что-то ищет он на авито уже давно посмотрел или на автору хотя тенри на автору он висел несколько лет на хрен никому не нужен выложил на авито меня просто завалили и у меня очередь из тех кто хочет его приехать посмотреть и купить вот но все равно на данный момент то есть у нас продается yamaha dt 125r питбайк который мы строили yamaha gt80 получается тенри suzuki dr 250r видео с которым выходят до сих пор потому что он уже сделан то давно но с ним все продолжает продолжает выходить видосы и ракета пушка гонка yamaha tdr 250 просто еще раз напоминаю хотя опять же кто ищет тот уже все это сам знает ладно у нас осталось немножечко времени поедем наверное может быть что-то в лесу поковыряем вот так и завершение блога не до блога как в старые эти самые но вы поняли вот короче какая была задача задача было убраться потому что здесь такая подложка из листиков очень хорошая и и очень весело горит она вплотную дому поле было нечего делать она тут дорогу наверно до дома разгребла всю ну а мы занимались как будто бы чем-то полезным вот короче говоря попытка все это пережечь за один раз но пути потерпела просто провал потому что это невозможно и пусть она тлеет потом перетлеет а все что не стрела еще раз пережем в этом принципе нет проблем вот самая основная задача была убрать все нападавшие деревья которые за это время накопили здесь вот после вот этих ледяных дождей снега и прочих радостей вот короче вот так вот как-то надо костер весь обложить вот этими большими камнями как плотину делали и вот таких больших еще надо привозить чтобы под ступени выложить здесь ну типа постамент вот и чтобы они стояли не на земле а так больше ничего особенно куча 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 кучек вот этих и все это уже по большой траве я собственно это все вырывать выгребать надо но она как-то вот тлеет горит пусть дальше тлеет и горит а ну и вот все кусты которые здесь упали и переломаны были чем-то вот это все героически тут в это расчищалась вот целом конечно все это здорово но как было лучше когда этот куст стояла сейчас какое-то сиротское слишком пустое пространство ну наверное так она и к лучшему вот ну и принципе на этом все поедем мыть бластер пилу прицеп в общем все вот эти вот мало интересные вещи но которые необходимо делать собственно вот так вот что еще рассказать все больше нечего рассказывать надеюсь следующая серия будет с того начинаться я начну рассказывать что что-то у нас продалось и всем от этого будет веселее и счастливее но в частности мне на этом блок закончен